Меня зовут Камила Мамедова. Я предлагаю вам посмотреть мой фильм о смешанном браке. Мне 13 лет, мы переезжаем жить в Паку. Мне не подходит в Акинский климат, я постоянно болею. И вдруг моя мама в такую инициативу выходит. Может, я покрещу с этого ребенка, и все болезни уйдут. Но я ухватилась за эту идею, потому что мы лезем. Меня наконец-то покрестили. И как раз моя двородная сестра, она у нас в гостях, она грузинка, и она испаривает христианство. То есть мысли о том, что вы бежали, грустно. Отлично. Она здесь. Папа, который меня крестил, это отец Сергий. И когда он записывает там мою фамилию, Мамедова, и он так на маму не однозначно смотрит, папа знает. Мы говорим, знает. Вы уверены, что он не будет против? То есть мы ничего против. Вариация не делаем, ничего не делаем. Против вариация, не вижу, такая, я сижу, хоть бы не передумали. И, короче, этот день настал, 6 февраля, меня крестят. Я безумно благодарна случаю в моей жизни. Я в тот период ходила в школу в Баку, и после крещения я стала носить крест. И я делала определенный вызов какой-то обществу, потому что я уходила с крестом наружу. Пусть видят. Я сказала, я гордилась этим. У меня брат и сестра, они официально себя считают мусульманами. Они ходят в мечеть, они живут по определенным мусульманским традициям. И отлично. Мы не друг другу не мешаем. Мы друг друга любим. Мне было, когда я женился, 27 лет. Уже была пора. И, значит, искали невесту. И когда я сам глядел ее, она мне очень понравилась. И потом уже стал вопрос, что она грузинка. А то, как человек, надо сказать, красивая была, хорошая была. Я влюбился в нее. А потом что? А потом, в первую очередь, началось с сих сторон. Аминь. Но у нее был отец очень мудрый человек. Он сказал это беде, да? Дал согласие. Ну, а то, что у тебя мама была грузинка, это повлияло? В какой-то степени, да. Но первоначально была все-таки любовь. Вот когда твоя маленькая дочка пришла и сказала, что я хочу исповедовать христианство, твоя реакция? В принципе, я сам атеист. И близко к сердцу такие вещи не принимаю. Раз она хочет, и она такое решение принято, то я не возражал. Я и твоя мама, в принципе, много, да, так говорит. Очень даже хорошая, удачная пара. Мы друг друга понимаем. Мои дети говорят на русском, на азербайджанском, на грузинском. На всех трех я сказал, довольно-таки хорошо. А у нас все смешано. У нас и грузинские блюда, и азербайджанские блюда. Моя супруга прекрасно готовит азербайджанские блюда. Нам все сделают плов так, что некоторые азербайджанцы так не умеют делать. Ну, если за столи считать, это мужики отдельно, а женщины отдельно. А у грузин этого нет. Мы стараемся это внедрить. И через нашу семью пропагандировать культуру стола, культуру. На столе, где сидит рядом женщина, и, знаешь, даже сам факт, когда ты за ней ухаживаешь, подносишь, это тоже что-то. Что касается вот эту свадьбу, когда с сыном сделали, да, от родителей, когда говорим, моя жена приложила, и я согласился, что на стол надо подать и жареного поросенка. Что это хорошо, вкусно и так далее. Ну, наша сторона, а, не надо, это мусульмане, это азербайджанцы, не поймут, обидятся и так далее. А фактически что получилось, знаешь, тихоряк ушли. Прямо так, чтобы как будто никто не видел. А на второй день, когда собрались, да, пришли, это нам-то, что называется, пришли, и никто на другое еду не спрашивал, а где поросенок. Хорошо, что у нас в запасе оставался. В общем, за 20 минут съех двух поросят так, что ничего не осталось. Да, сын мой женился на Азербайджанке, и я, опять же, это совсем, по-моему, не то, что там обязательно жениться на Азербайджанке, женился потому, что влюбился как папа. А все-таки, скажи мне, тебя на улице воспринимают больше как азербайджанца или как грузинец? Воспринимают, знаешь, а, грузинский язык, знаешь, с грузинами общаются, может быть, это, ну, в какой-то степени для них это неприемлемо было. Ну, я думаю, это чистейший язык, я думаю, да. Подкрасил. Худовый. Красивый. А здесь я почему-то... А мы решили сбрыть. Мы решили. А я беременна. А я беременна. И саду, саду. Чем? Пати-пути. Ага, и саду. Она такая таближная была, да? Ну, ничего. Им все на весе и потакали, понимаете. Просто сказали, чтобы она не нервничала. Ну, сейчас тоже так надо. Не надо ей противоречить. Какой молодой. Здесь уже на Италии больше. Я родом из Гори. Да. Мои родители оттуда. Отец Дуиси, а мать с Хидестави. Да. После моя сестра вышла в Мармелу, Лизаныш. А его жениха от Ру был мой будущий супруг. Так что вот так мы и познакомились. Год, два раза отмечаю Новый год, два раза отмечаю там такие религиозные эти, так что... Как христианский, так и мусульманский. Так и христианский, так и мусульманский. Так что это абсолютно... Мы как-то относимся к этому очень спокойно. Мой муж и грузинский любит блюда, и азербайджанский. Я тоже самое. Абсолютно ничего. Вот у меня заходите, у меня эти иконы лежат. Никакой. Я свечи зажигаю, я хожу в церковь. Мои дети иногда заходят, если надо. Это... Я могу и в мечеть зайти. Ничего страшного. Вот у меня старшая дочка, ей было 7 или 8 лет. Мы с подругой решили ее покрестить. У меня подруга была по национальности армянка. И мы решили как-то связать наши родственные узы. И в общем... Мы решили, она с Ильвана привезла крест, цепочку, все и решили. Но моя дочь категорически отказалась. Она говорит, я не хочу. Сына, конечно, в 12 лет его покрестили по-мусульмански, да. Хотя я возмущалась немножко. Но это тоже пережила. Чуждо, да, это для тебя было? Да, чуждо было. Ну, во-первых, я мать. И для матери, в первую очередь, ребенок, чтобы ему больно не было. Все, конечно, это было очень... Я действительно сильно переживала. Тогда я даже не пошла на эти крестины. В общем, я возмутирую. Он такой лимонный мальчик. У него такие глаза уже... Зачем? Некоторые считают, что это влияние, там, гугинская сторона. Другие считают, что там, азербайджанская сторона была слабой. Я считаю, что ни одна, ни вторая сторона вообще никакого дела не имеет, отношения не имеет к этому. Потому что у меня есть определенные принципы, которые они с детства со мной не вызывают сомнений в том, что мы идем на кладбище, и грузинской бабушке зажигаем свечи, а азербайджанскому дедушке на читании молитвы не возникает никакого сомнения. В нашем доме звучит как грузинская музыка, так и азербайджанская. Хоть мы по-человечески не то не умеем танцевать, нет умеет танцевать душу. А мне нравится и та, и другая музыка, фольклор. Меня часто задают вопросы, за кого я выйду, замуж, там, за грузин или за азербайджан? Не знаю, за чокущей возможности выйду замуж, ну, не имеет значения большого, абсолютно. Потому что в моей семье я выбираю по человеческому качеству партнера для жизни. Наверное, я не буду отвечать за тебя в этом случае. И тоже выберу человека, который тебе подходит просто на жизненном пути, скажи так. Продолжение следует...